Здравствуйте, коллеги! С вами Исаков Роман, компания Admiral Markets, и рад приветствовать вас на нашем новом видео, как всегда. Ну, по крайней мере, в течение лета мы будем выпускать одно видео по понедельникам, где будем как раз разбирать ключевые события, которые произошли на предыдущей неделе, что нам стоит ожидать на неделе предстоящей, будем разбирать ключевые события, также будем рассматривать ключевые рынки, это валютные пары, индексы, золото, и также я буду рассказывать о том, какие действия я делаю также в своем инвестиционном портфеле. Если вам нравится этот формат, если вам он подходит, то не забывайте ставить лайк и вопросы, которые у вас появляются, оставляйте, как всегда, в комментариях. Ну, а сегодня мы поговорим, безусловно, о том, как вел себя рынок вчера, и на этой неделе пойдет одно из ключевых событий этого лета, это заседание ФРС на фоне роста инфляции, но крайне важно быть в курсе того, что скажет ФРС. Конечно, сейчас мы можем только предполагать, и по факту мы узнаем эту информацию только в среду вечером, но тем не менее, нужно, по крайней мере, понимать, где мы сейчас находимся и что нам может сказать по этому поводу ФРС. Начнем мы как раз с небольшого обзора тех событий, которые были на предыдущей неделе, и в частности, с точки зрения инфляции. Сейчас ключевой момент, за которым следят рынки, это рост инфляции, потому что сейчас по потребительским ценам инфляция выросла уже на 5% в мае. Это важно понимать, что рост уже выше, чем был установлен таргет ФРС. Конечно, не смотрят другой показатель инфляции, но тем не менее, он уже превысил те ожидания, которые были. Фактически, сейчас инфляция уже находится на уровне 2008 года. Так вот, большим вопросом будет как раз то, что будет делать ФРС, когда они будут повышать процентные ставки, что будет с политикой стимулирующих мер, и какое заявление сделает непосредственно Джером Пауэлл. Кстати, для того, чтобы быть в курсе непосредственно данного события, мы проведем 16 числа вебинар вместе с моим коллегой Фуаном Расуловым, где как раз затронем часть до пресс-конференции, то есть в момент, когда будут объявлены процентные ставки, также и часть самой пресс-конференции. Вебинар пройдет вечером, поэтому также приходите по ссылке в описании к этому видео, регистрируйтесь, и там уже мы более подробно обсудим, что будет говорить Пауэлл, и что нам с этим ожидать. Если посмотреть как раз ключевые события, которые произошли на рынке, с точки зрения индекса S&P 500, сейчас мы видим, что индексы вновь торгуются по локальным максимумам. Это, ну скажем так, интересно, потому что пока мы не видим падения, опасения с точки зрения инвесторов. S&P 500 на локальных максимумах, NASDAQ на прошлой неделе достиг новых исторических максимумов, фонд Кэти Вуд, RK Innovation также показал рост порядка 6%. Ну, все вроде выглядит неплохо, да, то есть рынок растет, но вот от того, опять же, что скажет ФРС, будет зависеть очень многое. Поэтому ключевое событие, которое мы ждем, это среда и, ну, соответственно, решение ФРС и уже конференция после. Мы чуть позже поговорим уже непосредственно по сами активы, но также важно, что доходность 10-летних облигаций ушла ниже и сейчас находится в размере 1,43%. Я напомню, что ранее они доходили и до 1,75%. То есть мы тоже здесь видим некоторое снижение, что также говорит о том, что пока готовы инвестировать в фондовый рынок. Ну и, соответственно, на фоне этого мы видим продолжение роста и те коррекции, которые были на прошлой неделе, их крайне быстро также откупили. Интересно то, что Илон Маск вновь подтолкнул биткоин вверх и сказав о том, что, может быть, Тесла начнет вновь принимать оплату за свою продукцию непосредственно в биткоине и это тоже подвергло небольшой скачок по данному инструменту. Вообще странно то, что подобный актив, который многие рассматривают как инвестиционный или спекулятивный, подвержен подобным вещам. То есть человек сначала сказал одно, потом другое, потом поменял свое мнение и вот, собственно, эта волатильность, которая там происходит, она все так же остается. То есть здесь важно понимать то, что это крайне рискованно из-за очень высокой волатильности. С точки зрения европейских рынков мы также видим то, что многие инструменты сейчас торгуются тоже в позитивной зоне на открытии понедельника. Индекс DAX прибавляется, тоже торгуется по локальным максимумам. Но, опять же, все пока ждут уже непосредственно того, что скажет Павел. Ну, еще раз, да, уже в нескольких раз я об этом говорю. А теперь давайте посмотрим, что у нас происходит по именно календарю. Сегодня в Австралии выходной. Будет сегодня по Великобритании выступление главы Банка Англии. Во вторник стоит обратить внимание на изменение числа заявок на пособие безработицы в США. Здесь ожидается небольшой прирост. Также будет еще одно выступление председателя Банка Англии. Выйдут розничные продажи по США. В среду, ну, вот как раз начнется в 21.00 будет решение ФРС по процентноставке. Мы начнем как раз наш вебинар за 30 минут до этого. Мой коллега Фуат расскажет как раз по статистике, то есть что можно ожидать, да, то есть как рынок может среагировать при одном или другом случае. Поэтому мы максимально постараемся осветить это событие. Ну и в 21.30 начнется сама пресс-конференция. Но мы на ней не будем останавливаться. Мы затем уже то, что произведем там, разберем уже в следующих видео. В четверг будут опубликованы данные по, выйдет ряд пакет данных по Австралии. Ну и также по Канаде, да, то есть будет выступление председателя Банка Канады. Пятница данные по Японии, пресс-конференция Банка Японии. Ну вот как видите, эта неделя, она насыщена как раз различными встречами глав банков, центральных банков. Потому что все будут опять же смотреть, что скажет ФРС. Да, уже, не знаю, десятый раз в этом повторю, чтобы обратить внимание. Потому что рынок это ждет. И для рынка те заявления, которые скажет Павел, они будут важны. Теперь, что у нас происходит по инструментам. Ну, во-первых, коррекция по евро-доллару у нас продолжается. Здесь я на одном из наших видео также предполагал начало данного нисходящего движения. Мы еще об этом говорили практически месяц назад. Но, к сожалению, сделка моя здесь не сработала. Да, мы коррекцию увидели, но зацепило мой стоп-лосс. Собственно, сейчас цена пошла вниз. Мы видим коррекцию. И, в принципе, с точки зрения трейдинга, я уже говорил, что как раз вот те коррекции, которые будут, я для себя их рассмотрю для того, чтобы как раз перезайти уже непосредственно в покупке, пока тренд у нас сохраняется здесь восходящий. Поэтому здесь пока остановки не последовало. Мы вновь обновили локальный минимум. Вполне вероятно, что до отметки 1.20 сможем дойти. Вот оттуда уже евро-доллар я, скорее всего, буду подбирать. По британской валюте. Здесь сформировался за последний месяц такой небольшой боковик, но который не очень приятно выглядит. Особенно, с точки зрения того, относительно тех, кто хочет покупать. Потому что амплитуда движения не самая большая. Буквально 200 пунктов здесь. И сейчас мы торгуемся по нижней границе. В целом, с точки зрения часового таймфрейма, у нас сохраняется тренд нисходящий. Опять же, по примеру с евро-долларом, вполне вероятно, что целевые уровни по снижению здесь могут быть как раз те максимумы, которые мы видели в апреле. То есть ретест данных уровней. В область 1.3980. Еще порядка на 100 пунктов мы вполне можем опуститься. Вот оттуда уже в рамках сохранения текущего тренда будет иметь смысл попробовать их также покупать данные активно. По крайней мере, для себя я это планирую. Я последние 2 недели практически не открывал сделок по валютам, по индексам. Потому что сейчас ситуация не самая оптимальная. Ну, по крайней мере, по моей торговой системе. Пара американский доллар, канадский доллар. Продолжает корректироваться. Сейчас коррекция, ну, именно восходящее движение по данной паре, оно сохраняется. Вопрос, опять же, там, где цена сможет остановиться. Вполне вероятно, что можем прийти как раз в область максимальной значения, которую мы видели в конце апреля. То есть уровень 1.2264. И затем уже продолжить движение исходящее. То есть, опять же, ждать коррекции. Ждать ее завершения в данном случае уже. И тогда принимать какие-то решения. То есть, ну, вот такой здесь план. По паре американский доллар, японская иена. Здесь, в целом, у нас тот тренд, который мы видим, там, последние два месяца, у нас сохраняется восходящий. Ну, и, в принципе, он был у нас восходящий, да, начиная, фактически, с февраля этого года. И сейчас пока динамика сохраняется восходящая. Но не самое оптимальное, на мой взгляд, здесь покупать. Потому что мы все еще находимся вот в середине этого бокового движения. Опять же, если уж искать продажи, то где-то в области 110, да, 111, возможно. А если искать покупки, то ближе к уровню 108-107. То есть, ну, вот пока здесь тоже остаюсь без позиций. То есть, пока здесь тоже за этой парой только наблюдаю. Но, в целом, пока динамика здесь сохраняется восходящая. По австралийцу, если мы с вами посмотрим на дневной таймфрейм, то у нас, фактически, вот тот боковик, да. Опять же, мы тоже торгуемся в середине диапазона. Нижняя граница у нас находится примерно в области 76. Верхняя граница находится в области 78-70. То есть, ну, вот порядка 250 пунктов диапазон. Опять же, мы в середине этого канала. Мы видим то, что пока здесь нет какой-то ярко выраженной динамики, да, уже несколько месяцев. И, конечно, с точки зрения трейдинга и с точки зрения, например, моего подхода, это, ну, не самая оптимальная ситуация. Рынок должен двигаться, и тогда уже те, там, сделки, которые реализуются, их интересно использовать, да, в них заходить. Когда нет движения, это, ну, самое неинтересное время. Поэтому, как раз по этой причине я, ну, стою в стороне по, ну, практически по сделкам с точки зрения трейдинга. По новозеландцу здесь тоже у нас тоже боковик. Сейчас мы здесь подходим к нижнему, к нижнему уровню, да, то есть, который мы видели там за последние пару месяцев. Вполне вероятно, что из текущих уровней мы еще можем увидеть рыбок вверх. Но пока идея, ну, практически по всем инструментам, то есть, ждать каких-то или минимальных значений, или максимальных значений. И вот тогда уже принимать какие-то решения. Собственно, здесь покупки, опять же, все еще остаются в приоритете. Но вопрос, когда у нас завершится вот данная коррекция. Поэтому здесь пока тоже жду. А золото? Вот золото тоже довольно-таки неплохо корректируется. В принципе, мы видели скачок как раз на фоне инфляции. Золото такое, как актив-убежище на этом фоне рост, да, и последние там три месяца было довольно-таки неплохой ралли. От уровня там 1700 до уровня 1900. Да, неплохо. И сейчас как раз уже есть некоторые, ну, пошли фиксации, да, понятно. И сейчас на фоне как раз роста фондового рынка, на фоне роста снижения именно ставок по казначейским бумагам, мы видим то, что золото тоже корректируется. И здесь тоже неплохая возможность. То есть после того, как завершится эта коррекция, когда будут первые признаки ее завершения, я для себя тоже буду пробовать в золото заходить. То есть сейчас уровень выглядит неплохий, но надо дождаться в рамках часового таймфрейма, да, когда мы начнем опять двигаться вверх. И вот тогда я для себя тоже золото в первую очередь рассматриваю. Пожалуй, вот по золоту сейчас и всех тех расстройщиков, которые мы посмотрели, мне кажется, оно наиболее интересным. И вот на него я буду пристально обращать внимание на этой неделе. Индексы. По индексам у нас локальный максимум. Сейчас мы видим то, что DAX уже обновил исторический максимум, да, сейчас немножко корректируется. Вполне возможно, что здесь появится такая фигура разворота. И мы начнем на пару дней снижаться, да, на фоне как раз ожиданий заседания ФРС. Мы видим, что все коррекции, которые были практически, да, там, начиная с ноября прошлого года, их очень быстро откупают. Да, коррекции происходят, их откупают. Поэтому нужно тоже к этому быть готовым. Опять же, покупать по локальным максимум здесь не стоит, но вот коррекция как раз здесь может начаться. И та же самая картина у нас по S&P 500. Мы немного сегодня уже переписали исторический максимум, да, с точки зрения фьючерса по S&P 500. Но коррекция, она опять же здесь может последовать. В принципе, весь июнь мы двигались в достаточно небольшом диапазоне, да, буквально там 100 пунктов вверх, да, 100 пунктов вниз. То есть, ну, вот диапазон довольно-таки здесь небольшой. Опять же, рынок здесь замер несколько в ожидании перед заседанием ФРС. Нефть марки Brent. Вот здесь мы видим новый рост, да, то есть мы уже ушли выше тех уровней, которые у нас были сформированы в марте. Хотя здесь я для себя предполагаю, что здесь цена может отскочить от этих уровней. Поэтому, опять же, лично для себя, да, закрыл там позицию, которая у меня была в инвестиционном портфеле по XN Mobile. Но, тем не менее, сейчас несколько мы видим продолжение данного роста на фоне, опять же, переоткрытия экономик, да, на фоне увеличения производства, на фоне того, что производственные, опять же, компании исполняют тот недостаток складских запасов, который у нас есть, который у них есть. Фонд нефть от этого, конечно, выигрывает. Вопрос, ну, насколько это может произойти. 80-90 долларов за нефть марки Brent, ну, мне пока кажется, не очевидным данные цены. Поэтому я, ну, пока здесь тоже остаюсь в стороне и заходить там в рост точно здесь в ближайшем будущем не буду. Ну, и по ключевым индексам. Dow Jones немного скорректировался от локальных максимумов. Фактически Dow Jones среди трех ключевых американских индексов S&P 500 и Nasdaq, пожалуй, сейчас является самым аутсайдером. И, собственно, здесь нужно быть, как раз можно найти компании, которые из реального производства могли скорректироваться. И вот там могут быть неплохие возможности для того, чтобы заходить. А вот Nasdaq как раз и штурмует локальный максимум. Фактически последний месяц здесь был довольно-таки неплохой рост. Ну, вот вероятно, поэтому Katie Wood, собственно, выиграла от этого роста. Потому что у нее вложены деньги в технологичные компании. Да, они показывают хорошую динамику. Ну, и, собственно, здесь, опять же, мы подходим к локальным максимумам, которые мы видели в марте. И технологичный сектор сейчас выигрывает. Также я хотел еще показать ту сделку, которую я закрыл еще по одной из компаний на своем инвестиционном портфеле. Сейчас я переключусь на свой профиль как раз по американским компаниям. И расскажу. Ну, вот пока, чтобы резюмировать, хочу сказать о том, что те вещи, которые скажут ФРС в среду, они могут определить вектор движения на ближайшие пару недель, а то и пару месяцев. То есть, все ожидали какой-то коррекции на хотя бы 10%. То есть, она вполне уже ожидаемая, она уже вполне назрелая. Возможно, что как раз это событие может стать вот этим триггером. Но также важно понимать, что сейчас, когда рынок находится на локальных максимумах, да, с точки зрения инвестиций, там, какие-то акции в отдельные, то вот как раз здесь имеет смысл, ну, на мой взгляд, это искать отдельные истории, куда можно присоединиться, то есть, заниматься, что называется, стокпикингом. И вот в этой связи, то есть, я для себя также продолжаю формировать инвестиционный портфель, хотя если, там, год назад все упало, да, можно было подбирать просто хорошие компании, которые были хороши по показателям, по мультипликаторам, то, собственно, здесь тоже важно, ну, я буду освещать, собственно, то, что делаю. И пока из тех движений, которые есть, ну, вот я хотел как раз рассказать про компанию Билл Ген, которую я для себя зафиксировал на прошлой неделе, и по ней немного пройтись. Да, сейчас я открою график, чтобы мы вместе посмотрели. И вот просто как пример того, что я делал, да, в том числе с данной акцией. Здесь, ну, собственно, на чем вырос Биоген, да, я думаю, что все слышали эту новость, но еще раз повторю, они одна из компаний, которые разрабатывают лекарства от Альцгеймера. Делают они уже, ну, разрабатывают уже достаточно давно, и как раз то, под что я заходил в эту компанию, это вот в июне должно было пройти заседание FDA, да, то есть комиссии, которые одобряют лекарства в США, и вот главным претендентом на одобрение было то лекарство от Альцгеймера, которое компания Биоген разрабатывала, да, и на фоне этих ожиданий, как раз мы видели такие скачки роста в прошлом году. Собственно, это произошло, Биоген одобрили, да, в данном случае, и, собственно, на этом фоне рынок вырос, ну, акции выросли там в момент закрытия рынка на порядка 48%, но в моменте было, то есть доходили там до уровня 459, хотя там в начале года торговались там в районе 250. Собственно, я решил не дожидаться вот того, что там произойдет, и вышел за этой компанией, я заходил по 243, а у меня было куплено две акции, и цена выхода моя стала 386, то есть сейчас она уже чуть выше, но, тем не менее, за этой сделки, то есть мой, как бы, прибыль от этой сделки стала 58%, то есть, в принципе, то есть эта сделка, которая там длилась полгода, да, то есть я ее держал, и вышел по той причине, то, что если мы посмотрим с вами на месячный график, то мы видим, что Биоген здесь уже был, да, и много раз подходил к уровню 400, да, ну, чуть меньше, там, 400-370, затем возвращался, то есть этот диапазон здесь очень хорошо прослеживается, поэтому я вышел из этой позиции, да, зафиксировал там 60% прибыли, и буду ждать того, что цена сможет еще раз вернуться сюда, потому что там есть большой вопрос, там, с точки зрения того, сколько это будет стоить, готовы ли будут платить, конечно, рынок по лечению Альцгеймера, он огромный, рассчитывается там в несколько десятков, а то есть сотен миллиардов долларов, поэтому перспектива, безусловно, есть, но пока продукция дойдет еще до конечного потребителя, пройдет время, и за этот период Биоген может также скорректироваться, поэтому я зафиксировал позицию, если мы опустимся обратно в диапазон там 250-200, то я также перезайду, возможно, чуть большего объема, так как уже часть прибыли я в этой позиции заработал, и, собственно, буду ее держать. А в целом по моему портфелю, что еще хочу сказать, да, были коррекции по компанию как раз из реального производства, то есть Caterpillar скорректировался, Archer Daniels Middles скорректировался, People Financial, это уже финансовый сектор скорректировались компании, но подрастает как раз высокотехнологичные компании, да, и там те просадки, которые у меня были, по тому же Outrex, First Solar или там Nikola, эти компании сейчас несколько восстановились, конечно, многие из них еще находятся в просадке, но опять же здесь идея были по ним держать полгода, год, а то и больше, да, то есть я к этому готов, здесь торговля идет без плеча, поэтому здесь явно готов ждать, то есть важно, чтобы компания двигалась и как раз вот эти ключевые моменты проходить, то есть, например, по той же самой компании Nikola, здесь, ну, пожалуй, ключевое событие для компании будет, когда они произведут свою первую продукцию, да, то есть когда они уже действительно смогут что-то продавать, и здесь первые как раз поставки пока не заявляют на конец 21-го, начало 22-го года, то есть вот практически это будет здесь сейчас X, и возможно, что уже подходя к этому уровню, будут какие-то релизы, будут какие-то анонсы, и акции компании будут расти, да, то есть продолжать расти, но я опять же зашел заранее, да, то средняя цена там 20 долларов, я набирал позицию, сейчас мы торгуемся примерно по 17.50, ну, я также продолжаю держать, и, собственно, здесь ничего такого не вижу, ну, и Viacom, собственно, здесь тоже покупал, это вот как один из примеров того, что на вот на разгоне одного из фондов акций данной компании, они сильно выросли, затем фактически вернулись к праведливой цене, и вот как раз по данным уровням я акции этой компании и купил. Собственно, прошу прощения, здесь, чтобы резюмировать, вот то, что у нас сейчас на рынке происходит, да, это вот был пример того, как я веду инвестиционный портфель, опять же, есть какие-то вопросы, вы оставляйте в комментариях, ну, а мы будем ждать того, что скажет ФРС, и обязательно обсудим это уже в следующем видео, в наш следующий понедельник. Не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось, вопросы оставляйте в комментариях. Всем желаю хорошей торговой недели, хорошего дня, всем спасибо и до свидания.